Система прослеживаемости зерна начнет работу в тестовом режиме с 1 июля 2022 года. Это следует из постановления правительства, которое на днях подписал Михаил Мишустин. С 1 июля по 31 августа 2022 года сельхозпроизводители смогут в добровольном порядке вносить в систему данные о сборе зерна и масличных. Хозяйством нужно будет указать место выращивания урожая, площадь поля, с которой он собран, вид права на участок, собственность, аренда, субаренда, наименование культуры, ее масса в день уборки, место хранения урожая. При формировании партии зерна на продажу хозяйством, чтобы оформить товарно-сопроводительные документы, нужно будет указать культуру, ее массу, информацию о потребительских качествах, назначение партии на хранение, переработку или вывоз территории России, а также сведения о грузоотправителе, грузополучателе и перевозчике. С 1 сентября 2022 года внесение...